Всем доброго дня, это Гелиосар и История просто. История России, 6 класс, за авторством Андреева и Федорова. Глава 2. Русь в 9 и 1 половине 12 веков. Что сделало Древнюю Русь неотделимой частью Европы? Постоянно растущее военное и политическое могущество или принятие христианства, появление письменного законодательства, строительство городов, рост торговли? Я больше согласен со вторым блоком, то есть появление письменного законодательства, строительство городов и рост торговли. Параграфы 4 и 5. Образование Древнерусского государства. Эпиграф. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам. Сказали, чуть, словени, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. Из повести временных лет. Термины. Дань, полюдья, уроки, погосты, языческая реформа, капище. Личности. Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав и Владимир. Это личности, которые оставили большой след в истории Руси. Первые русские князья были завоевателями или хозяевами русской земли. Ну, прочитаем параграф, узнаем ответ. Первые князья. В 9 веке племена, жившие в европейской части современной России, начали объединяться, создавая крупные сообщества. На севере, вокруг озера Ильмень, сложился союз, в который входили славянские племена. Ильменские словени и кривичи. Также финно-угорские племена. Чуть, Меря и Весь. Причиной объединения, видимо, стала борьба с набегами воинственных соседей. Эти племена платили дань варягам. Одни историки считают варягов скандинавами, другие – славянами, обитавшими на южном побережье Балтики. Примерно в середине 9 века местное население, объединившись, отказалось платить им дань. Однако вскоре противоречия между племенами привели к междоусобной войне, выходом из которой стало призвание посредников – варяжских князей. На севере восточнославянских земель первыми князьями, согласно летописной легенде, стали варяги, братья Рюрик, Трувор и Синеус. В 862 году они обосновались в городах Новгороде, Изборске и на Белоозере. Однако княжеская власть была известна восточным славянам и прежде. Рюрика новгородца пригласили на уже давно существующую должность князя. Причина приглашения правителей из-за моря, то есть со стороны, она очень даже объяснима. Дело в том, что не имея возможности договориться между собой, князя приглашали правителя совсем со стороны. В этом случае он не имел никаких интересов среди окружающих племен, и таким образом его суд был справедливым. На юге, в земле полян, первыми князьями, которых называют летописец, тоже были братья Ки, Щек и Хариф, которые вроде как пришли из Новгорода, куда более древнего русского города. По преданию, они построили на берегу Днепра город, который назвали Киевом. Братья принято считать представителями местной полянской знати. Есть и другая точка зрения, основывающаяся на словах летописца. После смерти Ки, Щека и Харифа, вроде как поляне платили некую дань по роду братьев, то есть их родичам Хазарам. Но, опять-таки, это абсолютно не доказано. Есть очень... верить полностью летописям достаточно сложно, очень уж они неточные. Итак, князья, возглавившие ранние восточнославянские объединения, скорее всего, были иноплеменниками. Обратите внимание, Новгород был задолго до того, как появился Киев. При этом неверно считать, что славяне не могли самостоятельно создать государства. Просто во главе древнейших государств обычно становились выходцы из других народов. Объединявшиеся племена предпочитали, чтобы ими управляли иноземцы. Почему? Скорее всего, потому что людям-пришвам было легче разрешать противоречия и споры местной родовой знати. Почему образовался союз славянских и финно-угорских племен вокруг озера Ельмень? Для защиты от нападений викингов. Какую роль играли приглашенные иноземцы в восточнославянских землях? В основном они были судьями. То есть, они позволяли судить местную знать и получали за это зарплату. То есть, князья, приглашенные княжить племенами, они были просто чиновниками на зарплате, не более того. Как видите, вот здесь, собственно говоря, показан один из вариантов пути из Варяков к реке. Видите, вот здесь вот есть река Западная Двина, вот частично вроде как через нее. Но, как вы понимаете, по Западной Двине вот отсюда тоже можно было добраться до Смоленска и идти через него. Поэтому по-разному есть спор. Видите, есть проход и через реку Висово, например, до Припяти, и проход по Припяти до Днепра. То есть, по-разному можно было ходить. Реки шли по-разному. Поэтому точных доказательств, что путь был именно здесь, нет. Разные были пути, и корабли могли проходить по вот этим точкам по-разному. Но известно одно, что основные торговые пути шли через два города. Это город Новгород, город Смоленск и город Киев. Объединение земель восточных славян. Сведения о первых киевских князьях, сохранившиеся в древнерусских летописях, немногочисленны. Летописная легенда рассказывает, что вскоре после прихода в земли восточных славян, Рюрик и его братья умерли. У Рюрика остался сын Игорь, который родился в 912 году, умер в 945. До совершеннолетия молодого княжича власть перешла к его родственнику, князю Олегу, который родился в 879 году, а умер в 912. Вернее, тут возможно имеется ввиду годы правления. Согласно преданию, в 882 году Олег обманом захватил власть в Киеве, убив правивших там Аскольда и Дира. Сюда он перенес из Новгорода свою столицу. Теперь киевскому князю подчинялись и северные, и южные восточнославянские земли. С этого момента принято говорить об образовании восточнославянского государства, которое называют Древнерусским. Поскольку столицей государства стал Киев, иногда это объединение называют Киевской Русью. Киев и Новгород – два центра государства. Киев и Новгород стояли на конечных точках одного из важнейших международных торговых путей – из Варяг в Греки, из Балтийского моря в Черное море. Этот путь соединял скандинавские страны с Византией. Олег подчинил племена, жившие вдоль торгового пути – Древлян, Северян и Радимичий. Это позволило киевскому князю не только контролировать торговлю, но и собирать полноценную дань, то есть налоги со славян, славянских племен. В 907 году Олег совершил военный поход на столицу Византии – Константинополь. В результате Константинополь был захвачен и были заключены очень выгодные торговые договоры с греками. Ну, Константинополь, греки, то есть Византия – это общее название было греки. И были заключены выгодные торговые соглашения. Первые русские князья поставили перед собой три главных задачи. Во-первых, объединить все восточнославянские и часть финских племен под своей властью. Во-вторых, контролировать рынки сбыта русских товаров. В-третьих, защищать торговые пути от нападений степных кочевников. Какое событие называют началом русской государственности? По сути, перенос столицы из Новгорода в Киев, то есть объединение северных и южных восточнославянских территорий. Почему власть над Новгородом и Киевом давала правителям преимущество в торговле? Это были два главных торговых города. Городы, которые стояли на главных торговых путях, вернее, главном торговом пути Древней Руси – это пути из Варяг в Греки. То есть речной путь из Балтийского моря в Черное море. Первые законы Древнерусского государства. После смерти Олега, приблизительно в 912 году, Киевский престол занял князь Игорь. Впервые князь получил власть не путем вооруженного захвата, а по наследству. Первые годы княжения Игоря оказались непростыми. Часть племен, которые подчинил Олег, отказалась платить дань. Игорю пришлось вновь завоевывать эти территории. Неудачным оказался и поход Игоря на Константинополь в 941 году. Греки сожгли корабли киевского князя, и он вынужден был ни с чем вернуться домой. Только в 944 году ему удалось заключить новый торговый договор с Византией. Вскоре после этого Игорь отправился в очередное полюдие – ежегодный сбор дань со славянских племен. На обратном пути он с чего-то попытался взять второй раз повторную дань с древлян и был убит за это. То есть, мало того, один раз уже заплатили, а тут вдруг он решил с одного племени взять такую же дань еще раз. И был за это убит. Вдова Игоря, княгиня Ольга, которая правила с 945 по 964 годы, жестоко отомстила за смерть своего мужа и вновь покорила древлян. Киевская княгиня упорядочила сбор дани, установила ее точные размеры, так называемые уроки, и определила места для сбора по госты от слова «гость». Так впервые появились законы, регулирующие отношения между государством и его подданными, а княгиня Ольга первой проявила себя как глава государства. Почему славянское племя древлян посчитало притязание Игоря несправедливым? Потому что Игорь решил взять налог второй раз в год. Хотя изначально все платили один раз, а тут вдруг он решил с одного племени взять второй раз. Это сильно оскорбило племя. Какие меры приняла княгиня Ольга, чтобы трагедия, произошедшая с ее мужем, князем Игорем, не повторилась? Она установила точный размер дани и установила точные места, где эта дань один раз в год собиралась. Укрепление международного положения Руси. Наследником Игоря стал его сын Святослав, который правил с 1964 по 1972 годы. Всю свою жизнь Святослав провел в сражениях. Он организовал ряд походов против Хазарского Каганата, угрожавшего южным границам Руси, и разгромил Каганат. Киевский князь утвердил свое влияние на берегах Волги, Дона и Азовского моря. Поставил под контроль торговый путь из Варяков в Хазары. То есть это второй торговый путь, который шел уже по Волге, по реке Волги. Еще больше интересовала Святослава река Дунай. Торговый путь, ведущий в сердце Европы. И сейчас, в современности, река Дунай – это одна из главных рек всей Европы. В 968 году князь договорился с византийским императором Никифором Факой о совместной борьбе против Первого Болгарского царства. Поначалу военное счастье уловнулось Святославу. Ему даже удалось занять столицу Болгарии Великий Преслав. Однако победы киевского князя напугали Византию. И Византия решила использовать для ослабления своего союзника печенегов. В конце IX века орды печенегов ворвались в степи между Волгой и Доном. Уже в середине X века печенеги обладели всей степью, разорили многие хазарские города. Это в значительной степени помогло Святославу одержать победу над хазарским каганатом. К концу века печенеги, говорившие на одном из тюркских языков, уже господствовали в степях Северного Причерноморья. Они представляли серьезную угрозу для южных городов Древней Руси. Во время болгарского похода Святослава печенеги осадили Киев. Столица Руси едва не сдалась кочевникам. Святослав вынужден был спешно вернуться домой для спасения города и своей семьи. Княгиня Ольга и Киевская знать укоряли князя. С тревогой говорили о забвении, то есть забывании им внутренних дел государства. Однако Святослав решил вернуться на Дунай. Он задумал подчинить не только Болгарию, но и Византию. Дело в том, что князю Святославу очень понравилась Болгария. Ему очень понравилась территория, скорее, современной Румынии. И он даже подумывал о том, чтобы перенести столицу на реку Дунай. Но знать очень сильно противилось этому. Весной и летом 971 года греки осадили Святослава в крепости Доростол. Разорвать кольцо осады русам не удалось. Тяжелые потери и угрозу голода заставили Святослава пойти на заключение мирного договора с императором Иоанном Цимисхием. Русские дружины вынуждены были покинуть Болгарию. На обратном пути в Киев князя подстерегли печенеги. Греки предупредили печенегов о том, что Святослав с богатой добычей и небольшой дружиной возвращается на Русь. В схватке с кочевниками на Днепровских порогах в 972 году Святослав погиб. По преданию из его черепа печенежский хан Куря сделал драгоценный кубок, из которого пил по праздникам. Благодаря военным походам Святослава международные позиции Руси значительно окрепли. Почему княгиня Ольга и киевская знать укоряли Святослава за его постоянные военные походы? По той причине, что князь вместо того, чтобы заниматься своим государством, постоянно воевал. Причем воевал скорее за чужие интересы, а не за интересы Руси на чужой территории. Как византийский император смог победить князя Святослава? Сначала сама греческая византийская армия серьезно потрепала дружину князя, то есть его войска. А потом, когда князь уже возвращался на Русь, на него греки натравили печенегов. Учитывая, что дружина князя была сильно потрепана, сил было мало, это нападение стало роковым. Князь погиб. Языческие боги славян и первые русские князья. Перед последним походом в Болгарию, Святослав посадил своих сыновей на княжение в крупнейших городах Древней Руси. Старшего Ярополка он оставил княжить в Киеве. Владимир сел в Новгороде, а Олег отправился в Древлянскую землю. После гибели отца между князьями Святославовичами началась борьба за власть. В ходе нее погиб Ярополк и Олег. Киевским князем стал Владимир Святославович. Первым самостоятельным шагом молодого князя стала языческая реформа в 983 году. Владимир захотел поставить языческую веру на службу государству. Восточные славяне поклонялись различным божествам, олицетворяющим силы природы. Князья Олег и Игорь, их дружины, подписывая мирные договоры с Византией, клялись богом-громовержцем Перуном и Велесом, скотьим богом. Велес – это бог скотоводов и охотников. Только княгиня Ольга, первая из княжеской семьи, приняла крещение по православному обряду в христианство. Мудрая правительница понимала значение христианства не только для себя лично, но и для всего государства. Все соседи Древней Руси уже встали на путь единобожия. Волжская Булгария была исламским государством, в Хазарии главной религией был иудаизм, Болгария, Венгрия, Польша были христианскими католическими странами. Однако князь Владимир поначалу оставался верен язычеству. Он пытался сделать Киев духовным центром языческой Руси. С этой целью в Киеве было создано единое капище, место поклонения божеств, которых почитали восточные славяне и другие народы, входившие в состав Древнерусского государства. На холме в столице установили изображения богов – Перуна, Хорса, Дашбога, Стрибога, Симаргла и Мокоши. Только Перун и Мокош были для киевлян своими богами. Перун в летописном перечне занимает первое место. Его идол был якобы украшен золотом и серебром. Перуну, покровителю князя и дружины, отводилось господствующее положение среди божеств. Распределением богатств ведал Дашбог и Стрибог, почитавшиеся предками славян. Единственное женское божество Мокош, судя по преданию, была славянской богиней плодородия и женой громоверства Перуна. Упоминаемые, упоминавшиеся летописцам Хорс и Симаргл – божества иранского происхождения. Велесу или Волосу на капище места не нашлось. Возможно, потому что его покровителя домашних животных особо чтил простой народ. Однако языческая реформа Владимира не имела успеха. Вскоре в Киев устремились миссионеры, предлагавшие князю свои верования – ислам, христианство и даже иудаизм. Какие черты княгини Ольги, как политика и человека, проявились в принятии православия? На самом деле православие было принято княгиней Ольгой, скорее под влиянием Византии, для того, чтобы переговоры с Византией проходили легче. Как отнеслись к языческой реформе Владимира славяне и соседние народы? Дело все в том, что богов у славян было довольно-таки много. Боги эти очень почитались. Но Владимир задумал сделать одного бога верховным богом. А это было неправильно, потому что богов было много. И верховным среди них был вообще-то бог Рот, так называемый. Он был верховным божеством с самого начала, а Владимир сделал верховным Перуна. Это не было совершенно принято никем из восточных славян. Религия была куда более сложной у восточных славян, поэтому реформа провалилась. Вопросы. Прочитайте эпиграф к параграфу и ответьте на вопросы. Определите, перед вами договор о наемной службе или признание поражения от иноземцев. Договор о наемной службе – это именно договор. Так как князь получал зарплату от племен. Свидетельствуют ли эти слова о том, что славяне и их союзники финно-угры находились на более низком уровне развития, чем призванные варяги? Вовсе нет. Это свидетельствует, наоборот, о мудрости этих племен, которые, не воюя, не пытаясь бесконечно подчинить друг друга, истощая друг друга, предпочитая для мирной жизни призвать просто иноземного правителя и платить ему зарплату за то, что он будет судить честно между этими племенами. Так что здесь все очень даже справедливо. Рассмотрите иллюстрацию на рисунке 43 и ответьте на вопросы. Отражает ли образ княгини Ольги основную идею параграфа? С чего вдруг? Чем Ольга отличается от других правителей начального периода русской истории? Ну, если не ошибаюсь, она стала... Она была хорошим государственником. Она приняла православие, приняла свой ряд законов. То есть она показала себя очень мудрой именно правительницей, а другие князья были скорее хорошими воинами. В чем ее политическая нравственная сила? Ну, она мудрый правитель. Так, напишите небольшой рассказ. И чей идиотизм. Так, соотнесите даты, указанные в ленте времени, со следующими событиями. Вот, собственно говоря, та самая лента времени. И, значит, смотрим. Здесь, значит, языческая реформа князя Владимира. Это вот самое последнее, 983 год. Далее. Объединение восточных славян под правлением Олега. Это 882 год. То есть вот. Далее. Договоры с Византией. Договоры с Византией было несколько. В 907 году и 911 году. Был еще в 944 году от князя Святослава. Потом идет призвание варягов. Это 862 год. А гибель Святослава. Это 972 год. Выберите ответ на главный вопрос урока, опираясь на текст параграфа, обоснуйте выбор. Первые русские князья были завоевателями или хозяевами русской земли. Киевские князья занимались в основном торговлей. Власть они применяли только для решения хозяйственных вопросов. Династия Рюриковичей полностью подчинила славян и держала их положение рабов. Нет, абсолютно. Первые русские князья создали государство, опираясь на достижения славян. При этом они были больше завоевателями и торговцами, чем хозяевами и защитниками русской земли. Ну вот ответ В, я в полном объеме с ним согласен. Действительно, первые русские князья создали государство, причем опираясь на достижения именно славян. И они были больше завоевателями и торговцами, а не хозяевами и защитниками, потому что хозяевами были племена, и у князей земли как таковой практически не было. Работа с источниками. Из повести временных лет. В год 862-й изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и стали воевать друг с другом. И сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву, по праву это по закону. И пошли за море к варягам, к Руси. Сказали Руси, чуть, славяне, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой Русь. Пришли и сел старший, Рюрик в Новгороде, а другой Синеус в Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. В год 882-й выступил в поход Олег, взяв с собой варягов, чуть, славян, мерю, весь, кривичи. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княже тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам отправился к ним вместе с младенцем Игорем. Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей и сказал Олег Аскольду и Диру, «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода». И тогда вынесли Игоря и добавили, «Вот он, сын Рюрика», и убили Аскольда и Дира. В год 945-й в тот год сказала дружина Игорю, «Отреки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги», то есть как бы обнажены, «Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь и нам». И послушал их Игорь, пошел к древлянам за данью, прибавил к прежней дане новую. Взяв дань, пошел он в свой город, когда же шел он назад, поразмыслив. Сказал своей дружине, «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим, малым. «Если повадится волк ковцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря, «Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь, и древляне, выйдя из города, и Скоростеня, убили Игоря и дружину его. Вопросы. Чем привлекли варяжских князей, утвердившихся на севере русской равнины, восточно-славянские земли по реке Днепр, тем, что это был выгодный торговый путь. Какую роль играли эльменские славяне и кривичи в походе на Киев? Крайне важны они были основой войска. Какой урок преподнесли княжеской династии древляне, убив князя Игоря? Урок справедливости, урок того, что не надо требовать слишком много. Взяв один раз то, что тебе положено, не стоит требовать еще. Могут и убить, и тогда ничего вообще не получишь. Как обе стороны понимали справедливость в отношении между народом и властью? Здесь не очень понятно, с чего вдруг Игорь решил взять дань именно с одного единственного племени еще раз. С какой, собственно говоря, радости? В то время как древляне, они были абсолютно правы. Один раз они абсолютно честно заплатили. Но почему они должны платить второй раз, причем конкретно одному человеку, просто за то, что он князь? С какой радости? То есть мое личное мнение, что древляне были куда более правы, чем Игорь.